Думаешь, ты самый сильный? Думаешь, ты самый быстрый? Может, верный? Или самый умный? Думай о себе, что хочешь. Кто ты покажет бой. Лига Ставок. Яркие бои в одном приложении. Дамы и господа, а теперь кульминация сегодняшнего вечера. Промоутерская компания Правда Олдскул Боксинг и телеканал РЕН-ТВ представляют главный поединок сегодняшнего вечера. Шестираундовый бой в тяжелом дивизионе. Бокс самого высшего качества и с самой громкой вывеской в эфире бойцовского клуба РЕН-ТВ. Для бойца, который сейчас появится в синем углу ринга, это боксерский дебют. Но не надо обманываться. Он далеко не новичок в искусстве крошить своих оппонентов. Добро пожаловать на ринг из Белграда, Сербия, Александр Джокер Ильич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, выходит, выходит, выходит Александр Ильич. Ну, немного говорят, обидчик Шлеменко, великого Шлеменко. Все-таки первый раунд. Нет, все, победа была, конечно, абсолютно заслуженная. Ну что, что может противопоставить Ильич Магомеду Исмаилову? Крайне разные бойцы, разноплановые. А в красный угол я приглашаю бойца, чей триумфальный дебют в профессиональном боксе состоялся здесь, на ринге бойцовского клуба РЕН-ТВ. Сегодня он прибыл, чтобы закрепить свой успех. Внимание! Лысый хищник снова выходит на охоту. Его задача порвать соперника на куски. Встречайте! Магомед Исмаилов! Встречайте! Магомед Исмаилов! Встречайте! Магомед Исмаилов! Магомед Исмаилов! Встречайте! Магомед Исмаилов! Встречайте! Магомед Исмаилов! Слышим мы, как взрывается С аплодисментами зал Это Магомед Исмаилов Появляется здесь Конечно, он любимец публики Потрясающий спортсмен и атлет Но и не менее выдающийся шоумен Магомед Исмаилов Это человек, который может создать праздник Всегда с улыбкой Всегда что-то очень весело говорит И любим всеми Это, кстати, очень важно Поединка Сергея Витру Боковые арбитры Алексей Козлов, Антон Шарков И Михаил Агеев Дамы и господа, я представляю вам Участников поединка И первым боксера Который выйдет на центр ринга Из синего угла Ему 33, его рост 189, его официальный Вес 95,05 Килограмма И он является Двухкратным чемпионом Сербии по ММА Болельщики обожают Его за яркий атакующий стиль Большинство своих побед в ММА Он оформил досрочно И сегодня Представляет нам свой дебют на ринге Правда боксинг Поприветствуем Александр Джокер Ильич И его соперник Он напротив Выйдет на поединок Из красного угла Ему 35, его рост 175 Официальный вес боксера 90,75 Килограмма Он Звезда российских Смешанных боевых единоборств Который сегодня настроен Познакомить соперника Со своим Нокаутирующим ударом Чемпион мира по боевому самбо Чемпион России Чемпион Европы И единственный Космический И межгалактический Чемпион По ММА Вот он Из России Магомед Мага Лысый хищник Исмаилов Ну что ж Можно теперь Немножко Пофилософствовать Смотрите Огромная разница В росте Тут по большому счету Все будет зависеть От того Кто сможет Навязать Свою тактику Поехали Свою манеру боя Да Большим количеством эпитетов Снабдил Ринг-анонсер Представление Маги Исмаилова Но конечно Все это нужно Подтверждать Дело Мы видели Исмаилова В боксе Опять же На бойцовском клубе РЕН-ТВ Он разобрался Очень уверенно С Алан-Риваджу Дурадолой Ни кем-нибудь Правда там было Четыре раунда Здесь шесть по три Вот Ну мощный конечно Мага Тут вопросов Вообще нет никаких Дал понять Сейчас Ильичу Магомед Исмаилов Что пускать На ближнюю дистанцию Его совершенно Контрпродуктивно Как говорят Да Конечно Исмаилов Будет ловить момент Когда Ильич Застаивается у канатов И будет Пытаться сделать так Чтобы Начал застаиваться Там Ильич Ну а Работа сербского Боксера В данном случае Боксера Она тоже легко читается Держать на дистанции Не позволять Себе оказываться В неудобном положении И отстреливаться Издали Вот собственно Кто реализует Свой план лучше Тот Сегодня и победит История проста В первую очередь Победит тот Кто сможет Навязать свою Манеру Я уже говорил И дистанцию Работали ли Над этим Учитывая рост Ильича В штабе Магомеда Измаилова Мы увидим Чуть позже Сейчас пока еще Эмоции Как вы видите В принципе Шесть раундов По три Магомед знает Что это такое Бороться не надо Тратить на это силы Поэтому Можно подвигаться Можно Ну конечно Конечно Исмаилов Будет надеяться На то Чтобы При сокращении Дистанции Вот эти его Пусть размашистые Но очень мощные И неприятнейшие Удары Достигали Результата Заряжается Из угла А тут как раз Первый раунд Посмотрим Фактурный Ильич Высокий Длинные рычаги Такой сухой В хорошем смысле Рост Ильича Уже несколько раз Спас На самом деле От нокаута Было бы странно Если бы он этим Не пользовался Первый раунд Завершен Один Хочешь Левый боковой Травится Все хорошо Все хорошо А ну через Пышки Жод Патроны Дальше Смотри Ничего Работает А с ну Работает Дальше Работает Я считаю Ничего Я считаю Ничего Давайте смотреть, что там было в первом раунде Смотреть пристально Бросался откровенно Магомед Исмаилов на своего соперника Хотел решить все одним ударом Но Ильич, мы видим, не так-то прост И, кстати, если говорить Вернее, рассуждать о том, кому можно было бы отдать первый раунд Я думаю, что очень дискуссионный вопрос Хорошие моменты были и у Маги, и у Ильича Вот что там усмотрели судьи, не знаю Я думаю, что по мере приближения к концовке Здесь чье-то преимущество должно все-таки вырисовываться больше Пока то, что мне не нравится, это пропускает навстречу Ильич Есть момент потери, так сказать, боксеры поймут Потери в ногах, устойчивости Когда приходится догонять Ильича Магомеду Исмаилову Здесь не совсем суразные такие удары получаются Теряет баланс Да, теряет баланс Исмаилов, к сожалению Посмотрим, может быть справится с этим Сейчас пристреляется к своему сопернику И мы увидим большее количество попаданий в его исполнении Ждет Ильич, смотрите Ну, конечно, ждет, чего ему? На самом деле он хочет на противоходе поймать своего соперника Навстречу Потому что он бьет сверху Ему удобнее, он видит Да, очевидно, что Магомед Исмаилов пока что не может приспособиться к Ильичу И вот эти размашистые атаки, мне кажется, свидетельствуют о том Что какого-то четкого плана И вот здесь, вот здесь сравнение нельзя отпускать Вот Возможно, пришлось Магомеду вносить коррективы в первоначальный план Нельзя гоняться за ним Один-два удара Мы видим это максимум, то, что выбрасывает сейчас Магомед Исмаилов Так попасть будет очень тяжело Ильич пока свеж Хорошие ноги, все видит Но прессингует Магомед, сет ринга за ним Но вот единственная очень энергозатратную работу ведет Магомед Исмаилов Мы видим, что дышит он Ну не то чтобы тяжеловато, но уже так отчетливо это видно Да, это видно И это знает Ильич И он ждет Именно Но пропускает, пропускает Не надо добивать Как-то это совсем не вытекало из развития событий Попадает по корпусу Исмаилов У Канатов Ильич по-прежнему Тяжело приходится сербу Тяжело, надо добивать Снизу здорово попал Мага Нужно разрывать дистанцию и отрабатывать серии Но вот зачем-то полез он здесь Контроль осуществлять Не уходи, Магомед, не уходи далеко Сейчас надо тебе как раз вот сейчас 25 секунд Уже 20 Вот, апперкоты, это уже правильно Подсаживается под соперника Ильич Это удобно Удобно с точки зрения попадания для Магомеда Исмаилова И вот они, канаты, вот здесь работают Вот здесь Да, вот эти вялые удары Ильича И конечно можно на этом подлавливать серба И несколько раз Маге это удалось Второй раунд завершен Так, ну я знаете как Сейчас не буду даже повторы как-то комментировать Я скажу скорее опасения сейчас Что мы увидели в третьей минуте предыдущего раунда Мы увидели очень неплохую серию В исполнении Магомеда Исмаилова Она потрясла абсолютно точно Ильича Добивание, ну к сожалению, не произошло Но тем не менее Мои опасения пока Хватит ли, хватит ли выносливости Потому что были уже в конце раунда Затяжные удары И попадал Магомед Исмаилов И очки набирал Но они уже не были нокаутирующих Да, но при этом мы должны сказать о том Что Ильич очень много ударов принял на себя Откровенно выживал И конечно это тоже высасывает силы Но пока неплохо смотрится Ильич на первых секундах третьего раунда Боец он опытный Восстанавливаться умеет Я повторюсь, что сегодня на ринг выходили и выходят настоящие бойцы Канал РЕН-ТВ очень постарался И устроители этого матча Сегодняшнего вечера постарались Чтобы вам, уважаемые телезрители Не хотелось уходить куда-нибудь на кухню Далеко от телевизора Мне кажется, им это удалось Посмотрите Постоянно идет обострение Уже идет третий раунд Чем он закончится? Смотрим Пока позиционная борьба в третьей трехминутке Мага Исмаилов К моему, ну скажем так, удовлетворению Не полетел вперед добивать Размеренно и спокойно работает Делает то, с чего начал и вторую удачную для себя трехминутку российский боец И вот начинает понемногу прессинговать Ильич Опустил руки и пропустил Очень опасный удар слева Но держит, держит Восстановился серп, по-моему, полностью Прессингует Мага Исмаилов Центр ринга уже окончательно и плотно за ним Нельзя, нельзя руку вот так держать Аккуратнее надо Отлично По туловищу Надо, чтобы все-таки серп опустил руки И вот здесь есть момент Есть момент для апперкота Только я хотел сказать, что Ильич все время идет Заходит за переднюю руку Исмаилова И делает абсолютно правильно Как тут же он пошел в обратном направлении И нарвался на очень жесткий удар слева Ну конечно, с точки зрения тактики ему там делать нечего Абсолютно Да, как только против часовой стрелки Начинает шагать Александр Ильич Тут же у него начинаются проблемы Попал слева Ильич Но тем не менее размашисто Все-таки дистанцию Магомед видит, держит Эти удары И подзбил Подзбил все-таки он спейс Александра Ильича Что очень важно Потому что Этот момент нельзя упустить Немного на публику сейчас Мага поиграл Давайте уже все-таки скажем Что современные вообще Бои Современный мир Единоборств не может существовать без шоу И в этом плане Магомед Исмаилов очень четко ловит волну Причем не переходя На мой взгляд Все-таки Пределы Какого-то Знаете Невозможного Что было бы уже абсолютно неприятным За это Получая Безусловно Просмотры Получая Любовь И самое главное Интерес публики Это очень важно Ну на этой Самой волне Магомед Исмаилов Собственно и въехал сюда На бойцовский клуб РЕН-ТВ Он сделал себя Большой звездой И действительно В такой приятной манере Раскручивает И себя И свои поединки Магомед Исмаилов На этого парня Действительно приятно смотреть Ну да Это что-то новенькое Это из кикбоксинга По-моему Нет-нет-нет Это на колени Я понимаю Но выглядит это Именно так Ну может быть Как-то он мешает Я в таких Кстати боксировал Одно время Именно вот Прямо синих Таких Нельзя давать Раскидаться Ильичу Может быть сейчас мы кстати увидим Прообраз того плана Который выстраивал штаб Ильича И вот сейчас очень важно Этот план сбить Экватор пройден И отличные Такие два боковых удара В исполнении Исмаилова Один из которых вполне себе Воткнулся Ильичу Еще раз Левой рукой достает Исмаилов Александра Ильича Уверенно набирая очки Но это как минимум По прежнему центр ринга За Магомедом Исмаиловым Ну как-то безопасных моментов в этом отрезке Пока что Все конечно может измениться в любую секунду Угрожает Магомед Исмаилов постоянно Ильичу и надо сказать что очень здорово и быстро сокращает дистанцию Магомед С тем чтобы подойти Да И нанести удар у Маги вообще никаких нет проблем Магомед старается чтобы все таки Когда кто-то промахиваться ему дает Он устает Но тут важно понять что ему надо втыкаться Именно втыкаться Пусть даже если Куда-то по защите Но именно втыкаться И смотрите Достаточно точные удары Проходят Проходят Раз за разом Ильич пропускает Да тут я с вами абсолютно согласен Мы знаем как бьет по уверенности в себе Когда ты промахиваешься постоянно И не можешь зацепиться что называется За соперника А тут 80% того что выбрасывает Мага идет так или иначе в силуэт Не смог Ильич учесть эту особенность И дает возможность все таки Магомеду Исмаилову Именно втыкаться в каждый свой удар Ну вот видите да Ой как опасно С опущенными руками по прямой отходил Ильич И буквально миллиметры спасли его от жесткого я уверен Нокаута попади Мага в цель Вот тем размашистым ударом И справа и слева там два подряд полетели У меня такое впечатление что на подскоке готовит удар Исмаилов Замедлился очень сильно Ильич И конечно этим он облегчает задачу Магомеду Исмаилову И мы видим все чаще руки Ильича оказываются ниже положенного Не всегда защищает он голову Ну кстати Мага здорово чередует работу в голову и в корпус Хороший отрезок для российского бойца Для Ильича он хорош я думаю тем что он добрался до конца четвертого раунда И переходит в пятый Ну давайте будем сейчас покажут повторы Вот они Да действительно Наверное все таки еще необходимо будет Поработать Магомеду Исмаилову чисто с боксерской техникой В плане именно сокращения дистанции Потому что чаще всего Что за звуки Просто Мага по хозяйски вышел в центр ринга Шоу никто не отменял Давайте пожелаем Исмаилову Выносливости Сейчас это очень важно Да и помните С опаской немного мы отмечали Что во втором раунде уже Мага задышал Но сейчас он выглядит очень здорово Вот еще бы чуть-чуть Да и Ильич мог бы сейчас оказаться На кдауне На кураже действует Магомед Исмаилов Тут конечно усталость уходит на второй план Все получается практически у Маги Но это говорит о чем Заигрываться не надо Получается Соперник еще Сохраняет силы Не надо сейчас обольщаться Это точно В принципе Я думаю что В штабе Ильича понимают Что они сейчас проигрывают И крупно проигрывают этот бой Поэтому скорее Вся надежда на то Что откроется Неприятно Как-то провалится Магомед Исмаилов Вот на это Больше расчет Потому что идет назад Все время Ильич Не пытается Никак Контератаковать Ну что ж Это на руку Все равно Это и рисунок боя В пользу нашего бойца Главное Не опускать руки Все-таки Высокий рост Ильича И старается он Держать Держать руки высоко Что конечно Часто его уже В этом бою спасало Да Ну а в тех ситуациях Когда руки На корпусе Буквально на животе Болтаются У Ильича Мага просто не достает С обманом Получился удар Слева Магомеда Исмаилова Вот уже Ильич Прессингует Посмотрите Мага взял паузу На сайдстепе Вот уж Прессинг очень слабый Он не использует Просто держит Свою переднюю руку Возле Исмаилова На самом деле Даже если В классике Взять За такое Могут рано или поздно Предупредить Остановить бой И предупредить Здесь Рефери Лояльно Относятся к бойцам И пропускают Слева На встречу Мага Выше руки Магомед Хорошо По корпусу И вот здесь Смотрите Четко Сразу Тайсона Включил здесь Магомед Исмаилов Качает маятник Очень легко Подходит По-прежнему Атакует Живот Прикармливает Мне кажется Мага И сейчас Будет перевод На верхний этаж Ну по классике По науке Бокса Должно быть так Не-не-не-не Не расслабляться Не расслабляться Снова с опущенными руками Отходит Назад Ильич Зачастую по прямой Конечно Подвергает себя Невероятной опасности Сербский боец Отлично Каждый раз Вынириваясь Под руки Александра Ильича Наказывает Магомед Исмаилов Своего лизави У него это Получается Чаще Чем он промахивается Это хорошо Немного обреченно Так Зашагал свой угол Александр Ильич Такая опустошенность В его взгляде Читалась Но и сейчас Он сидит И тяжело Видно Сербскому боксеру Приходится Давайте посмотрим Лучшие моменты Пятого раунда Вот здесь Здорово Ушел Исмаилов И вот Красноречивая Иллюстрация Того О чем мы Говорили вам На протяжении Всего пятого раунда С опущенными руками Отходит Ильич назад И буквально В миллиметрах Считанных Свистят Эти боковые Размашистые От Магомеда Исмаилова Здесь попал Здесь здорово Слева навстречу Ну я хотел бы добавить Что там Почти в начале Было замечательное Попадание По печени Александру Ильичу Мне кажется Это значительно Сбило Его дыхание Это Крайне неприятный Удар Не показал Конечно Сердский боксер Что ему тяжело Но Видно было Что терпел Весь остаток Прошлого Раунда И вот Обострение Надо добивать Да Тут как Осина на ветру Из стороны в сторону Раскачивается Ильич у канатов Преследует его Мага Исмаилов Все получается У Маги Сейчас Ильич пытается Его остановить Пытается как-то Воспрепятствовать Этому прессингу Но Сил Физических Практически Не осталось Мы видим У Александра Ильича Вот язык тела Не врет Все-таки Видно что он Изможден И серия По корпусу Молодец Мага Исмаилов Очень зрело Он работает Понимает Что соперник устал И атакует живот Но Ильич терпеливый Терпеливый Надо признаться Все-таки Туловище Обработано Исмаиловым Очень качественно Держится Держится Александр Ильич Да Сейчас Буквально бы Чуть-чуть Скорости В ударах Магомеда Исмаилова И он бы смог Закончить Этот шестой Раунд Досрочно Ну посмотрим Еще не время Может быть добавит Да Минута 20 Еще до конца Этого поединка Если он конечно Не закончится раньше Пойдет ли за нокаутом Мага Сейчас посмотрим Ну Прижмет Если канатом Обязательно пойдет Ну просится Второй или третий Даже удар После Хорошего попадания Вот здесь И вот здесь Б Да Комбинаторики Немного не хватает От Магомеда Исмаилова Я думаю что При соблюдении Этого принципа Он бы Вероятно Был бы уже К этому моменту Победителем Гарантированным Очень мощные мышцы Трудно Даже руки Ну скажем так Чисто классической Стойки Они все-таки Немного в сторону Разведены Ничего с этим Не поделаешь Это уже Физическая особенность Исмаилова Вот здесь здорово Отработал Мага Вот об этом мы говорили Добить Добить Но Ильич молодец Он понимает Что останавливаться нельзя Он все время в движении И пока ты Движешься Ты жив Ну по крайней мере В боксе Вот так Да и здесь Это работает Смотрим Десять секунд Остаются до окончания Ну Нет Ну что Бой Шлеменко Исмаилов По-моему Спасен Для широких масс С удовлетворением Это отмечаем То что многие ждали Случилось Исмаилов Абсолютно точно Выходит Из этого боя Победителем Непростой бой Непростой Промахался Хорошо так Знаете На выносливость Поработал Магомед Исмаилов И это только В лучшую сторону Скажется На его классе Технике Что самое важное На выносливости Которая ему Ой как еще пригодится Ждем судейский вердикт Но не знаю Что должно произойти Чтобы руку Не Магомеду Исмаилову Подняли по итогам Этого боя Местами откровенно Доминировал Я бы даже сказал Что Декласс Устраивал своему сопернику Мага Исмаилов По ходу этого поединка Особенно в заключительной Его части Но Ильич крепкий Парень Достоял до конца Выдержал все Что ему предложил Магомед Исмаилов И выдержал достойно Да Да Уважаемые дамы И господа В этом поединке Главное событие Сегодняшнего вечера После шести Раундов Бокса Пройдя всю Дистанцию Единогласным Режимом Судейской бригады Победу Одержал Магомед Исмаилов Лысый хищник Позитивный парень Мага Конечно Невозможно Без доброй улыбки Смотреть на него Магомед Ты заслужил Этот трофей Из рук Хета Гацапанова Спасибо большое Вот он Великолепный поединок 30 лямов Пожалуйста Вот сюда Магомед 30 лямов Магомед Главное что ты сделал Сегодня Это заставил всех Сомневаться Так ты все-таки Борец или ударник И вот еще Тебе очень важный вопрос Всем интересно было Насколько сильно бьет Ильич Но Можешь ли ты на него ответить Он хоть раз ударил Да он сильно бьет Вот его дальняя Левая Сильная Я ее прочувствовал Поверьте мне Просто не показал Я умею Видели Вагапа в мою голову Бутылку разбил Я же не показал Вот тут такая же Отлично Ильич едва не получил славу Вам понравилось Скажите Да пожалуйста Да Это для меня Самое главное Желаю вам всем Быть победителями В своем деле Благ вам Спасибо за вашу поддержку Муа Ну на этой мощной речи Магомеда Исмаилова Мы заканчиваем Любите бокс Любите единоборство Всего вам доброго До свидания Браво Да Если бы магии не было Его стоило бы придумать Конечно Явление В российских единоборствах Этот крепкий Улыбчивый парень Который Одерживает победу За победой Да Такие Действительно Топовые Борцы Бойцы Вообще Для телевидения Это находка Абсолютно точно Знаете Не переходя границ Всегда Можно найти Свою нишу И я Очень часто Меня спрашивали Что же там Вот с этими названиями Прозвищами Которые дают Но надо понять Все-таки Это профессиональное Бойцовское шоу И Оно делается Прежде всего Для тех Кто его смотрит И РЕН-ТВ Очередной раз Устроила Замечательный Вечер Сюда Пришли люди Выслышали Их эмоции А это Самое главное Эта порукость Будет служить тому Что Вновь и вновь Такие вечера Будут Организованы Только для вас Дорогие телезрители Да Телеканал РЕН-ТВ В очередной раз Я уверен Попал точно В цель И не промахнулся Шикарный Вечер бокса Мы вместе с вами Посмотрели Был он Наполнен Очень интересными Моментами Видели мы И яркий нокаут И Зубодробительную Рубку Особенно в первом бою Расул Мирзаев Николай Чибисов Спасибо вам Отдельное Шикарный нокаут В исполнении Влада Туйнова И аванс От Николая Валуева Будем с большим интересом Следить Оправдается ли прогноз Нашего чемпиона Должен Должен Оправдаться Ну и Мага Исмаилов Ждем Что там дальше В его карьере Но я думаю Это будет В любом случае Какое-то Очень интересное Имя И это будет Многообещающе Как ты думаешь Это смешанное Будет единоборство Или бокс Ну мы видим Человек широких Талантов Возможно Все Если мы говорим О маге Исмаилове Угу